Желаю мира и пьяного просмотра, с вами Сергей Цкоборовский. И сегодня, друзья, наступил четвертый день, как я выживаю. За одну тысячу гривен целый месяц. Ребят, это довольно-таки сложно, поэтому поддержите меня лайком. А сейчас я вам покажу, какие продукты я покупал ранее, в предыдущих выпусках. Осталось у меня две сосиски, яйца 8 штук, кукурузки, одна третья банки, только съедено. Потом мука есть, пол огурчика, сметана, яблок 5 штук, гречка, сахар, овсянка, приправы, перец, соль, картошка, подсолнечное масло и хлеб. И получается, что остается у меня 650 гривен, чтобы прожить еще 25 дней. Так что, если вы только зашли на мой канал, то сразу же ставьте лайк и пишите комментарии, сколько денег у вас уходит в месяц, чтобы прожить. Вот, а я сейчас хочу приготовить завтрак. Для завтрака мне понадобится хлеб. Дальше возьмем одно яйцо и, соответственно, овсянка. В общем, первое, что я хочу сделать, это водичку поставить, для того, чтобы можно было запарить нашу овсянку. Так, и, соответственно, мне понадобится один кусок хлеба. Вот так вот отрезаем. И теперь внутренность вот так вот мы вырезаем. У меня сегодня будет яйцо в хлебе. Вижу, сковородка уже разогрелась, поэтому берем подсолнечное масло. Много наливать не будем, потому что я не экономно трачу масло, посмотрите. За три дня я уже довольно-таки много масла использовал. Итак, боюсь, что мне с такими темпами его не хватит. Так, теперь закидываем наш хлеб вот сюда. Второй кусочек тоже будем обжаривать. Ну и, соответственно, разбиваем яйцо вот сюда. Надо как-то хорошо так его разбить, чтобы оно прям сюда попало. О, смотрите, как четенько. Прямо как в ресторане. И теперь накрываем крышкой. Пусть себе прожаривается там. В конце мы его посолим и добавим перца. Тут я вижу, вода закипела. Добавляем овсянку. Все, хватит. И соль. Наверх. Так, яйцо, яйцо, яйцо. Что-то ты долго жаришься. Пока-ка мы тебя перекинем на другую сторону. Вот так. В общем, овсянку я немного разварил. Надо было воды поменьше лить. То есть, получилось каша-малаша. Вот. Ну что, есть можно. Овсянка никогда не вкусная. Вот, никогда не был фанатом овсянки. Всегда овсянку ел, чисто же наестся. Вот. А вот такой бутербродик, это уже тоже надо. Это уже более интересный вариант. В общем, да, вкусно. Сейчас, короче, хочу позавтракать. Смотрите, яйцо внутри нормально прожарилось. Надо будет заняться уборочкой. Потому что надо будет попылесосить, поубирать, помыть полы. И вот так, вот таким вот образом я выживаю. Хожу по супермаркетам, по базарам, ищу акции. Где подешевле. Чтоб можно было выжить. Потому что, если я взялся за этот эксперимент, надо его довести до конца. Тяжка мне-то овсянка дается. Вот гречку я ем аж за обе щеки. Правда, овсянку всегда вот так вот. Не хотя, но съедаю. Серёж. Кстати, забыл вам показать, что у меня еще есть капуста. Вот такую вот капусту я покупал в первой серии. Она у меня в холодильнике. Сейчас буду убирать. А черёжка мне в этом поможет, да? Иди ко мне, височек. Давай. Давай. Подойди, поздоровайся. Перед тем, как я буду мыть, сначала надо попылесосить. В этом мне поможет мой товарищ робот-пылесос. Чины сидят на диване, чтобы не беспокоить наш пылесосик, потому что будут сверху кататься. И всё, вот так вот поехал он убирать. После того, когда он пропылесосит, надо будет везде тут хорошенько промыть, полы, все щели. Ну, как бы, чтобы пыли не было. Сегодня занимаемся уборкой домашней. Добавлю моющего. Вот так вот. И вот так вот начинаем везде вытирать все углы, баклажки. Ещё я вручную это делаю, потому что так удобней. Ты везде всё можешь нормально протереть. Каждую щель. Вот. Каждый угол. В общем, всё, полы повымывал. Сейчас тряпку постираю. И, в принципе, уже можно будет готовить какой-то обед. Нагулял я себе уже аппетит. И сейчас хочу... Так, раз. Давай, ё-моё, эта картошка подгнила. Так, надо перебрать. Смотрите, сколько тут земли. Её ещё попробую отколупай от нашей картошки. Короче, я сейчас всё перемою. И положим её просушить. Потому что, видите, одна картошка спорти. В общем, почистил я картошку. У меня ещё 4 штучки осталось. Они вроде более-менее. Думаю, пару дней ещё смогут полежать. Готовить сегодня будут дыруны. Вот так. Натираем. Так, возьмём одно куриное яйцо. Добавить в наши дыруны. Разбиваем сюда вот яйцо. Вот так вот. Есть. И берём нашу картошку. Вот таким вот образом выдавливаем весь жмых. Чтоб вышел весь крахмал с нашей картошки. Так она будет более приятная. Вот. Так что берём со всей нашей картошки. Вот так вот. Все соки выдавливаем. И просто в раковину. Вот таким вот образом. Теперь берём яйцо. Перемешиваем. Хорошенько с нашей картошкой. И сюда перекидываем муку. Вот так вот. Одну ложку. Перемешиваем. Вторую. Вот. Так, остаётся добавить соли. И перца. Так, в общем, перемешал. Смотрите, как это всё выглядит. Девчонки пришли посмотреть, как я тут готовлю. И я понимаю, что надо ещё две ложки сюда добавить. Итого уже получается пять ложек. И настало время жарить наши дыруны. Смотрите, я подсолнечного масла прилично наливаю, чтобы они не горели. Вот. И теперь, смотрите. Видите, начинка уже сок пустила. Поэтому всегда сжимаете картошку, когда готовите дыруны. Вот. Перекидываем вот сюда. Выкладываем. Не знаю, сколько раз. Наверное, две сковородки будет. На одну всё не влезет. Дыруны на моей плите будут до завтра жариться. Поэтому переставляем их вот сюда. Там нормальный огонь. Вот. И берём лопатку. Будем их двигать там. Так, в общем, всё. Первая партия готова. Смотрите, как они выглядят. Вот. Видите? В принципе, дыруны поджарились нормально. Поэтому достаём их. Вот здесь вот здесь пуст лежат. Так, эти что? Поджарились. До опоздавших. Да, в принципе, они тоже нормальные. Ну ладно, пусть тут доходят. А я пока закину ещё оставшееся тесто. Вот сюда вот. Так, в общем, всё. Смотрите. Вот такая вот у меня красота получилась. Сейчас я хочу добавить сметаны. Вот так будет вкуснее. Так. Если съем четыре, то ещё остальные буду мазать. Посмотрим, как они вообще получились. Нормально пропеклись. Прожарились, так сказать. М-м-м. Вкусно. Я давно дыруну хотел поесть. А тут вот видите. Такая возможность. Только что посмотрел. Комментарии под предыдущим выпуском. И мне пишут в комментариях. Как ты выживаешь. Что ты покупаешь огурцы, йогурт. Кто живёт на тысячу, тут обходит мимо. Я вот выживаю на тысячу. Вы сейчас смотрите. Я покупаю и покажу вам, что я, в принципе, могу позволить на это. И порция у меня здоровая. Я наедаюсь пока что сытно. Не знаю, или хватит мне этой тысячи на целый месяц. Но мы и делаем этот эксперимент, чтобы узнать, можно ли прожить сейчас, в 2023 году, на тысячу гривен. Обычному человеку, чтобы более-менее нормально питаться. Поэтому мы узнаем уже в конце экспериментов. Можно или нельзя. Я бы ещё видел комментарии. Человек написал. Ты за три дня потратил 350 гривен. Но у меня целая гора продуктов. Понимаешь? И мне ещё хватит на неделю. Это как минимум. Но ещё можно будет что-то там докупать. Но, в принципе, готовить надолго. Так что это не то, что я за три дня 300 гривен проел, и у меня больше ничего нет. У меня еды куча. Так что, задавайте свои вопросы, Ниша. Будем отвечать в следующих видосах. В общем, я все дыруны съел. И теперь кормим собачек. Вот, дали мясо. Вот, кто-то говорил, что это фарш сони. Это не фарш сони. Это наших собачек корм. Тушонка. Да, и тушонка. Вот. Так что такие делишки. Короче, у меня в день тупо ухватит одно яблочко. Четыре ещё остаётся. А что там ещё есть? Четыре картошки. Ну, остальные продукты ещё в холодильнике лежат. А я так наелся вот этих вот жареных картопляноков. Дырнул. Что больше я особо не хотел ничего есть. Вот, яблочко им. А сейчас... Вот. Пол одиннадцатого. Время чекает. А я завтра в магазин. Надо будет докупить. Что там чай будет. А я чей-то и не купил. Так, в общем, так хочется сладенького, что просто капец. А у меня ничего нету. Поэтому сейчас буду делать бутерброды. Бутерброды из детства. Я у бабушки в селе, когда малым был, брал обычный хлеб. Неважно, белый, чёрный, какой есть. Дальше. Я вот так вот смачивал его. А он не полностью промокал, а чисто верхняя чек. И затем я это всё посыпаю сахаром. Надо будет какого-то чая докупить. Пойти какой-то дешёвый, травяной взять себе. Самый экономный. Я вот это как в селе выживаю. Смотрите, какой у меня бутер выходит. Вот у вас было когда-то такое, что хотите сладкое, а у вас ничего нет. Вот такой вот лайфхак. Берите хлеб водичкой и с сахаром. Инставкусно. А вместо любые конфеты, пирожного. Вот такие можно бутеры есть. Друзья, всем доброе утро. Сегодня наступил пятый день моего выживания. И сейчас я хочу приготовить себе на завтрак. Сосиски возьмём. И сколько тут яиц осталось? Два, четыре, шесть. Смотрите, яйца уходят очень даже хорошо. Надо будет ещё докупить. Пока они дешёвые. Пока по пять гривен. Потому что дешевле я нигде не видел. Итак, первое, что мне понадобится, это отрезать кусок хлеба. И смотрите, что я делаю. Нарезаю небольшие кубики. Вот буду делать, так сказать, сухарики. Вот, они будут у меня обжариваться в первую очередь. Так, один кусочек. В принципе, я думаю, хватит. Вот, поэтому включаем нашу сковородку. Добавляем сюда чуть-чуть подсолнечного масла. Потому что масло уходит очень даже хорошо. Смотрите. Пятый день, а у меня уже что? Ну, 25%, может, даже больше. Может, даже одна третья банки. Вот, пусть разогревается. Дальше. Дальше что мне понадобится? Сосиска одна. Вот, мы её тоже нарежем. Итак. Оп. Сосиски, кстати, очень хорошие. Да, я понимаю, это не мясо, но это тоже вкусно и хочется поесть. Мясо мы возьмём обязательно. Я вот пока не решил, что мне лучше взять. Или какого-то фарша купить. Или, может быть, купить целую курицу. Разделать её. Из курицы уже сделать фарш. Там разные запчасти. Потому что курицы купить подешевле. Только надо найти. По адекватной цене. Вот. Так что. Будем искать всё понемногу. Знаете, когда приспичит, тогда и побежишь искать. Сейчас, когда есть какая-то еда, ты не так спешишь. Я думаю, уже разогрелось. Давайте. Первое, что мы перекидываем, это наш хлеб. Вот так вот. Наш хлебушек перекидываем. Сейчас мы его до золотистой корочки обжарим. Вот. Будем помешивать. Вот такие вот греночки у нас. В подсолнечном масле. Вот так вот. Пусть себе там жарится. Так. А сейчас мне понадобится сарелка. И сюда мы разобьём наши два яйца. Потому что сегодня я делаю яичницу. Но яичницу прокачанную. С сосисками и с хлебом. Знаете, хочется после того, что-то какого-то разнообразия. Одно и то же есть не особо хочется. Вот. И в принципе бюджет не особо позволяет как-то особо разгуляться. Поэтому что есть, то есть. Так, в общем взбили. Теперь добавляем сюда обязательно перец. Вот так. И соль. Пишут в комментариях, что я много соли добавлю. Да не ж много. Я так на глаз добавляю. Так, давайте теперь туда отправим нашу колбаску. Вот сюда. Да, вот. Всё. В принципе настало время добавлять наши яйца. Но хлеб сожрал всё подсолнечное масло. Смотрите. Впитал всё, что можно. Видите? Поэтому добавляем ещё немного масла. Вот. Чтобы яйцо наше не пригорало. И накрываем крышкой. Так, в общем всё. Буду завтракать. Вот такая вот красота у меня получилась. А ну. Ммм. Сочистки вкусные. Надо прикусом хлеба попробовать с сухариками. Ммм. Пойдёт. Таким вот образом можно обычные яйца прокачать. Лучше, что необычное получится. Обалдеть. Вкусно. Смотрите, я сегодня с утра похудел. Я встал, посмотрел на них и думаю, блин. Я уже меньше вешу. Друзья, в общем, несу курицу по акции. Смотрите, обалдеть. 72 гривны 50 копеек за килограмм. Курица большая. Я решил взять половинку. А там не взлешивает. Все? Угу. Не-не, дякую. Так, в общем, смотрите. Вот такая курица обойдётся мне в 73,50. Смотрите. Я, в общем, хочу горячее приготовить. Смотрите. Лук здесь по 39,50. Дороговато. Но ничего. Надо взять одну штучку. Мне... А так лучше в эко-маркете брать. Вот две небольшие возьмём. Плюс возьму ещё свеклу. Она 10,10. Вот свеклы можно нормально взять. И морковку. 26,90. Морковка дорогая, но всё равно. Возьму какие-то салатики можно делать. Вот. И свеклы набрал. Теперь давайте взвесим наши овощи. Лук. 170 грамм. Так. На 6,72. Дальше. Свекла. Свекла. Так. На 6,08. Три штуки. И морковь. Кнопка 50. Нажимаем. Полкилограмма морковки. Обойдётся на 13,34. Есть. Смотрю консервы. Может, будет какое-то выгодное предложение. И смотрите. Кукурузка джамар. Точно такая же самая, как я брал. Только она тут стоит 44,90. А брал я за 29,90. 15 гривен экономия. Вот. Акции рулят. Поэтому надо высматривать, что подешевле есть. Почему хотел взять спагетти? Смотрите. По акции были вот такие вот. Латвийские по 22,50. Но всё разобрали. Хороший товар сразу разбирают. Поэтому надо выходить в магазин. Только когда появляется продукция. Цена тыжня. Потому что, видите. Вот так вот что-то купить, а уже нет. В общем, тут я за овощи заплатил 26 гривен 70 копеек. И это не всё. У нас тут на улице снег. Надо ещё сходить мне в другой. В эко-маркет. Холодина на улице. И плюс ещё хочу посмотреть, есть ли томатная паста там подешевле. Но если не будет, если вот такие цены будут гнуть космические, то тогда будем без пасты готовить. Смотрите. Надо было тут брать. Картошка дешевле 6,90. Вот по 8 есть. Морковка 19. Цебуля 36. А там было почти 40. Надо закупаться в эко-маркете. Тут дешевле всего. Томатной пасты тут дешёвых, в принципе, тоже нет. Так что, пошлите, посмотрим, крупы какие-то. Плюс яйца можно взять дешевле нигде нет. Можно десяток взять, пусть дома лежит. Лишь не будет. Да, разошёлся я по-серьёзному. Решил немного круп набрать. Потому что тут самые дешёвые цены. Взял вот такие вот спиральки. Потом гороха немного, манки. Вот такую вот паутинку. И плюс риса зал. Сейчас всё взвешу, посмотрим, сколько стоит. Потому что тут самые дешёвые цены на крупы. А теперь давайте всё взвесим. Крупа манна. Есть. На 9,41. Супер. Есть. Манку откладываем. Дальше. Горох. Итак, на 5 гривен горох. На 5,31. Есть. Дальше. Макароны. 24,90. Крупы. Вот макарони. Так, так, так. Спиральки нет. Вот макарони вырубы. Есть. На 16. На 16,83. Тут 660 грамм. Так, откладываем. Дальше. На 14,19. Есть. И осталось взвесить нам рис. Рис. 31,80. Ошалеть. Дорогущие гречки. Рис обратно высыпал, потому что он слишком дорогой. Короче, отдавать 36 гривен за полкилограмма риса дурная трата денег. Поэтому хватит. По крупам пока останавливаемся. Короче, смотрю, чай всё так дорого. Просто капец. Самый дешёвый чай тут по 21 гривне. Вот такой вот. Три слона. Полуны. Вот этот вот по 20. Зеленый. Вон по 19 есть. 19, 15. Чёрный чай. Золотый слон. Я помню, такие вот пачки, по-моему, были по 7 гривен. Не-не, я пока брать не буду. Ещё посмотрим в АТБ. Так, в общем, закупка в эко-маркете у меня получилась на 95 гривен 50 копеек. Фух, немножко я расстроен, ребят. Смотрите. 100. В общем, почти 200 гривен я сегодня потратил. Осталось у меня 455 гривен. 200 гривен я потратил и ничего не купил. Купил самые дешёвые. Макароны, горох, потом у нас свекла, морковь, манка, ещё макароны, яйца. Две луковицы и пол курицы. Вот эти продукты у меня остались ещё немного в холодильнике. И сегодня только 5 число, а у меня уже пол бюджета нет. И у меня даже будет не борщ, а не до борщ. Потому что нету томатной пасты. Томатная паста дорогущая. Я не могу себя позорить. Если я сейчас куплю томатную пасту, то как дальше жить? Вот. Как бы не знаю, что будет дальше, но я готов в конце эксперимента, если под этим роликом или под предыдущим будет 5000 лайков, я готов пойти на детектор лжи и подтвердить, что я больше ничего не ем, кроме этой еды. Только то, что я покупаю для эксперимента. Поэтому, ребят, скидывайте этот ролик друзьям и ставьте лайк. А я сейчас буду готовить обед. Надо приготовить борщ. Так, в общем, первым делом я хочу разделать наши пол курицы. Так. Потом выберем часть, на какую будем варить борщ. Вот. И посмотрим вообще, сколько у нас мяса будет. И так. В общем, филе, стыгно, гамилка и крылья. Отбрасываем. А с вот этой вот части буду варить борщ. Вот эту вот часть еще отложим. Будет еще на какой-то суп. В общем, я решил все рассортировать по пакетам. Вот так вот. Разбрасываем, чтобы я сразу мог достать ножку, крылышко или тоже филе. Вот. И в таком вот пакете закидываем в морозилку. Вот сюда. Так, в общем, закинул мясо. Налил воды так, чтобы чисто покрыло его. И варю до того момента, пока вода закипит. После чего мы бульон сольем и зальем чистую воду. Будем варить борщ на чистой воде. Так, в общем, смотрите. Мясо закипело. Посмотрите, как оно выглядит. Вот этот вот весь ужас я выливаю в раковину. Выливаем. Вот сюда. И теперь ставим на плиту. Вот сюда же закидываем морковку, уже почищенную. И свеклу. Чтобы они тут варились. Пока им варится мой борщ, я уже, наверное, третий кусок капусты доедаю. Так, в общем, проверим. Морковка еще сырая. Еще твердая. Вот это. Наша свекла. Бурячок тоже. Идем. Вот. Да, еще твердый. Короче, надо еще варить. Не знаю, сколько. Посмотрим по состоянию. А я сейчас яблоко съем, потому что уже голодный. Вот. У меня еще три штуки остается. Вот. Да, зверьки? А зверьки сейчас будут кушать мясо. Консерву. Не могу дождаться уже борща. Капусту ел. Три листа съел. Три яблока. И собаки обеды. И как ты им. Уже черри. Опять дышонки. Опять дышонки. Так, я думаю, что овощи мои уже, в принципе, приготовились. Вот. Поэтому достаем все вот сюда вот. Вот. Раз. Так, это наша кость. Будем очищать мясо. Вторая кость. Вот сюда вот ее. Все пусть остывает. И бурячок. Достаем. Туда мы отправляем нашу картошку. Вот. Сейчас, ребят, я хочу обобрать все мясо. От кости. Вот. Потому что, в принципе, бульон сварился. Теперь кость нам не надо. Вот столько вот получилось мяса. Теперь я хочу порезать нашу свеклу. И порезать нашу морковь. Так, теперь приступлю к зажарке. Прям сковородку. Сюда добавляем подсолнечного масла. Вот так вот. И перекидываем сюда лук. Вот сюда. Весь. Так. Будем его обжаривать здесь. Так. А по нашему борщу. Перекидываем сюда капусту. Вот. Все, что есть. Потому что капуста тоже долго варится. И огонь чуть-чуть больше. Вот так вот. Итак, в общем, лук уже обжарился. Теперь сюда перекидываем морковь. Вместе со свеклой. Вот так. И берем одну столовую ложку сахара. И вот так вот наверх высыпаем. Итак, в принципе, зажарка уже готовая. Так что можем ее перекидывать вот сюда, в нашу кастрюлю. Аккуратно, чтобы не брызгало. Вот так вот перекидываем. Все, что есть. Вот так вот. Добавим по вкусу соль. И, соответственно, перец. Вот. Все, в принципе. Теперь берем кукупок и сюда вот заливаем. Вот так вот. Есть. Папец нормально, а что ли надо добавить? Итак, в общем, положил я уже себе одну порцию борщика. Вот так вот он выглядит. Сейчас будем его пробовать. Ну что, настало время попробовать наш борщ. Не знаю, что оно такое получилось, но мы будем есть. Кислинки все-таки не хватает. Тогда, когда я за доллар готовил борщ, то у меня был помидор свежий. Поэтому это было все-таки не пожмотиться и купить хотя бы помидор. Я присмотрелся на такую рыбку. Я думаю, второй раз возьмем. Красные хребты. По 50, по 60, по 80. Смотря зависит от веса. Короче, думаю, рыбу надо брать. Я смотрел, там есть хекки, всякие скумбрии. Вот красная рыба, та же самая цена. Надо брать хребты. А с такими борщами я точно не поправлюсь. Знаете, как в какой-то больнице государственной борщик. Такой легенький-легенький. Вы мне в комментариях подсказывайте, где можно взять подешевле. Те или иные продукты, что можно приготовить из того, что у меня есть. Ну, как бы, помогайте. Если честно, я сейчас что-то делал, что музыку слышал. Всем, ребят, доброе утро. И сегодня наступил шестой день, как я выживаю. И, ребят, я тут уже подготовил продукты, которые я хочу приготовить себе на завтрак. Это гречка, полстакана. Далее я хочу отварить яйцо и сделаю салат с капустой и морковкой. Включаем воду и отправляем сюда вот яйцо вариться. Дальше берем другую посудину и сюда набираем водичку. Промоем гречку и включаем вот здесь вот плиту, чтобы отварить нашу гречку. Вот так вот. Так, сейчас быстренько сделаем салатик. Так что давайте натрем морковь. Половинки будет достаточно. Это откладываем, еще пригодится мне. И капусту берем. Я думаю, листочка 2. Вот. Мы нарежем. Итак, в общем, все. Завтрак мой приготовленный. У меня сегодня гречка, яйца и салат такой. Прям как у спортсменов. Правильная пища. Легенький такой. Завтрак. Так, в общем, сейчас я покушаю. Надо будет съездить воды набрать. Потому как многих интересует, где я беру воду. Вообще, иногда я могу для какого-то супа или борща набрать с крана. Но в основном всегда пью воду я с колонки. Так что, вы знаете, как специально для диеты. Салат и вареное яйцо. Правда для яйца было бы неплохо. Собаки берутся. Горчицы добавить вверху. Было бы вообще шикарно. Так что, вот так вот. И салат. Морковка. И капуста. Под гречку прям взлетает. Вот так вот. Дешево, сердито и вкусно. Что еще надо? Хотя можно было гречке сделать зажарочку. Пожарить ту же морковку. Было бы тоже неплохо. Ну, так зато полезней. Так, в общем, ребят, приехал на колонку. Набирать водичку. Вот, смотрите, у нас. Здесь вот такие вот колоночки есть. Где можно набирать воду бесплатно. И вот таким вот образом набираю, чтобы из крана не пить. Дальше гружу на тележку и везу. Вот так вот. Так что, ребят, воду я беру бесплатно на колонке. И вот таким вот образом я везу нашу баклажку. Вот так вот. Снежок, холодно. Ну, что поделать. Надо было, правда, перчатки взять. А я что, поспешил, выбежал. Без шапки, без перчаток. Ну, тут мне идти два метра. Так что, в принципе, не страшно. Так, в общем, сейчас я хочу себе подогреть борщ. Отрезал кусок хлеба. Вот, если что, еще дорежу, еще хлеб есть. Так, и борщ, я думаю, уже, в принципе, настоялся. Вот, он стоял сутки. Короче, сегодня будем борщ есть со сметаной. Потому что, что мне ее беречь? Для чего? Правильно? У меня тут, смотрите, большая пачка, поэтому можно немного и сметаны добавить. Так, ну что, давайте попробуем. Теперь борщ со сметаной. Нормально? Но, все-таки, не хватает томатной пасты. Он получился такой деятельский. Мясо, наверное, надо больше. Вот, видите, вы говорите, что я трачу деньги. Сегодня я ни копейки не потратил. Все до копеечки лежит. Поэтому я сам даже не знаю, смогу ли я прожить. Ну, мы для этого и делаем эксперимент. Так что, увидим все впереди. Добавил сюда еще больше соли. Теперь более-менее. Короче, борщ был недосоленый. Поэтому он какой-то такой себе был. Вот когда посолил, нормально. Короче, добавляйте нормально соль в борщ. Да, Катюнь? Правильно? Правильно я говорю? Правильно. Так что, улучшает. Всем приятного аппетита. Хочу сейчас посмотреть телевизор, но... Садайдем его торлами, посмотреть нереально. Смотрите. Это как два льва. Что по два льва дерутся? Короче. Вот такие вот делички. Вижу. Отдыхаю. Сейчас посмотрю, что по телевизору. Ребята, в общем, сегодня я хочу приготовить блины. Я вот уже все подготовил. Для этого нам понадобится одно яйцо. 50 грамм сахара. Затем теплая вода, 250 миллилитров. Муки. Примерно 200-250 грамм. Я вот так вот на глаз набрал. И, соответственно, подсолнечное масло. Ну и соль. Вот. Так что берем яйцо. Разбиваем вот сюда вот. Добавляем сюда сахар. И пару щепоток соли. Вот так вот. Так. Вот это вот убираем случайно. Видите? Шкарлупа разбилась. И теперь венчиком это все хорошенько взбиваем. Вот так вот перемешиваем. Вот смотрите, как это все перемешалось. Теперь берем подсолнечное масло. Две столовые ложки сюда вот добавляем одну и, соответственно, вторую. Вот. Дальше берем 250 миллилитров теплой воды. Сюда вот переливаем. И это все опять же вот так вот хорошенько перемешиваем. И, в принципе, теперь мы можем по чуть-чуть добавлять муку. Сразу все высыпать не надо. Постепенно добавляем. И вот так вот перемешиваем, чтобы не было комочков. Вот так вот. Главное, ребят, берите теплую воду. Потому что на холодной не получится. Конечно, круто делать это все на молоке, на кефире. Но, когда ничего нету, вода тоже сойдет. И, в принципе, они, может, не такие пышные будут. Но плюс-минус диетические оладьи у нас получатся. Добавляем. Кстати, если муки вдруг не хватит, то можно будет еще добавить. Видите, у меня тут еще немного остается. Итак, в общем, берем сковородку, включаем. Добавляем сюда подсолнечное масло. Сейчас минутку-две подождем, чтобы масло подогрелось. Теперь берем и вот так вот наливаем. Смотрите, один оладушек, второй, третий. У меня прям здоровые получаются. Надо, чтобы они чуть-чуть меньше были. И вот так вот жарим на подсолнечном масле. Короче, какие-то они чересчур большие, поэтому я наливаю уже ложкой. Вот так вот. Чтобы они были поменьше. Так, в общем, все, блинчики готовы. Посмотрите, у меня тут целая тарелка. Я не знаю, или все съем. Посмотрим. Если что останется, то будет на завтра. Ну, в принципе, завтра они уже, знаете, не свежие, не вкусные. Поэтому надо кушать сразу. Ммм, они сладкие, диетически ничем не хуже тех, что готовятся на кефире. Попробуйте приготовить такие дерны на воде. Только теплую воду добавляйте. Так, ну что, девчонки, попробуйте. Не-не, не вы, не вы, не вы. Попробуй, Сань. Я? Ну да. У тебя столько блинок получилось. Ну да. Сейчас. Наклони камеру. О, да. Маленький попробуй. Со сметаной? Да, не сладенький, очень вкусный. Мне нравится. Прям шикарные. Ну, такие репешечки. Угу. Да? Ну да. А ну иди сюда. Не-не, иди сюда. Косюнь, я тебе дам, я тебе дам. Девчонкам нравится. Короче. Так что вся семья наестся моими блинами. Да. Выживаю я один, но я делюсь со всеми. Ребят, доедаю последний блин. Короче, все съел. Ну, чтобы наестся. И ночью уже ничего не дочит. И сейчас хочу подвести итоги. Короче, смотрите. Вот эти продукты у меня остаются. Это макароны. Вот такие. Потом паутинка, соль. Целая банка соли. Овсянка. Хлев. Луковица. Три яблока. Горох. Сметаны немного. Это часть морковки. Еще там дальше есть морковка. Манка. Мука. Гречки немного. Перец. Соль. Кукуруза. Потом капуста. Подсолнечное масло. Чуть больше, полбутылки. Две свеклы. Морковка. Четыре. Одна сосиска. Пол огурца. Двенадцать яиц. Мясо. И четыреста пятьдесят пять гривен. И двадцать копеек. И, ребят, сегодня шестой день. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Если под этим роликом будет пять тысяч лайков, то в конце эксперимента я схожу на детектор лжи, чтобы подтвердить, что я ем чисто вот эту вот еду и ничего другого. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, чтобы узнать, смогу ли я прожить за тысячу гривен целый месяц. Так что всем удачки. Всем, ребят, пока. До новых встреч.